Давайте мы с еще одними участниками этой истории поговорим. Вы все наверняка помните видео, которое год назад, да и сейчас, тогда просматривали очень активно в соцсетях, да и до сих пор его просматривают в соцсетях. Вот давайте это видео посмотрим. Помните, как курсанты Академии ВМС имени Нахимова в Севастополе запели «Сченовмерла Украина», в то время, как над их альмаматор под звуки российского гимна поднимали флаг Российской Федерации. «Слово предоставляется. Мы отдадим дань уважения всем, кто звание выпускника Черноморского высшего военно-морского училища, было гарантией качества. В настоящий момент выпускники училища команды... Ну вот эти кадры, которые многие видели. И сразу после того, как попытались поднять флаг, наши ребята запели украинский гимн. Что с ними сейчас? Два человека учатся в Великобритании, но вот есть ребята рядышком с нами, которые сейчас учатся в Одессе. Иван, Владислав и Алексей. Ребят, вечер добрый. Вы нас слышите? Добрый вечер. Мы вас прекрасно слышим. Добрый вечер. Вижу, что растерялись. Спасибо большое. Спасибо большое, что с нами. Ребят, скажите, а вот вы поддерживаете связь с теми, кто там остался? Созваниваетесь, может быть, в соцсетях списываетесь? Что говорят те ребята, которые, в отличие от вас, год назад сделали другой выбор? Остались на российской стороне? Ребят, скажите, пожалуйста, вы поддерживаете связь с теми, кто сейчас остался на той стороне? Что вы делаете? Пишите ли вы что-либо? Так, конечно. Мы поддерживаем с ними связок. Обменяемся данными, фотографиями. Потому что не бачите на то, что мы находимся по разным сторонам страны, страны, но мы вспоминаем те годы, которые мы учились и жили вместе в одной казарме. Поэтому некоторый час мы не поддерживали связок, но потом понимали, что все-таки они наши товарищи, хоть и когда-либо, но все-таки. И поэтому сейчас мы еще поддерживаем связок с ними. Коллега, вы спросите у хлопцев. Я так понимаю, хлопцы меня не слышат, только вы меня слышите лично. Вы их спросите, что те, кто остался сейчас на российской стороне, что они жалкуют, что они шкодуют? Я насколько я понимаю, даже они не могут 50 лет в Украину въехать. Скажите, пожалуйста, может быть, вы что-то знаете, кто остался в Украине, кто остался в России, на той стране? Жалят ли об этом? Могут ли они сейчас приехать к нам сюда? Каждый человек сделал свой выбор. И скажите, кто после того, как он сделал свой выбор, скажет, что он жалеет? Если они остались там, они были уверены в этом выборе, и они принимают то, что им дано. И поэтому я думаю, что никто бы, даже если он жалеет, не сказал бы, что я жалею, я хочу повернуться. Поэтому они сидят там, мовчат, и ничего не могут нам сказать. Но могут ли они сейчас приехать сюда? Навряд ли. Я знаю точно, что, когда мы уезжали, они подписали расписку про невиезд за территорию Российской Федерации и территорию Крима. То есть максимум, куда они могут приехать, это до Крима. Дальше никуда. Коллега, пожалуйста, пожалуйста, короткое вопрос. Чи они верят, что Крим вернется? Чи они верят в эту возможность, что, возможно, они туда приедут? Что Крим будет частью Украины? Скажите, пожалуйста, верите ли вы, что Крим когда-нибудь к нам вернется? И верят ли там, что Крим будет когда-нибудь частью Украины? Так, конечно. Я сам контактую с партнерами и знакомыми, своими однолетками. Так, там осталось так же, что много патріотов, которые хотят вернуться, да и партнерами тоже вернутся, хотят домой. Крим мы вернемся, и это будет очень скоро. В этом не только я уверен, я уверен и мои товарищи, и даже те, кто остался в Криму, в Севастополе. Потому что я знаю очень много людей, которые остались патріотами и верными Украине. Ребят, спасибо огромное. Спасибо за ваш поступок, спасибо за то, что вы сделали год назад, показав, что, ну вот как и наш герой, что просто без оружия, одним словом, можно очень многое сделать, можно очень многое изменить. Продолжение следует...